Добрый день, портал Инсурген, с нами группа Бананас. Здравствуйте. Здравствуйте. День, добрый вечер, ночь. Недавно было ваше выступление, как вам эмоции, как впечатления? Эмоции прекрасные, было бы лучше, если бы мы выложились на 500%, но мы выложились на 450, но в следующий раз будет точно на 600 как минимум. А в следующий раз когда, где? А это будет зависеть от слушателей, которые за нас проголосуют или не проголосуют. Но мы обязательно всех предупредим, где мы будем выступать, даже если не на втором туре «Эмергенза», хотя мы уверены практически на все 100, что будем выступать на нем. Скажите о своих творческих планах на ближайшее время. О наших творческих планах? Я думаю, вот наш барабанщик, кстати, Артем, думаю, расскажет, как проходит наша запись, и почему так долго нет наших записей и песен. Запись проходит своеобразным образом. У нас очень привольный звукорежиссер. Иногда он теряется, иногда находится. Мы надеемся, что в этом году, в этой жизни он запишет еще два трека. У нас один трек опубликованный, кстати, его можно послушать. Сегодня его не было, но может быть он будет в следующий раз. Ну, как минимум, еще две записи. Это в наших ближайших планах опубликовать. Мы это хотели сделать еще в августе, но, увы. Ну и потом выпуск маленького альбома, как и подобает всем новым группам. Не выпускать большой альбом, а маленький, потому что мы панки, и мы все деньги пропиваем. А клипы планируете снимать? Конечно, но мы когда... Мы периодически снимаем любительские такие. Да, мы любительские снимаем. Вот, кстати, наш басист, он пропивает основную часть наших денег, и когда мы его выгоним, мы снимем точный клип. А чем мы делаем? Поприветствуй зрителей, искусствующих видео-любителей. Здравствуйте. А чем мы делаем? Сколько лет существует ваша группа? Сложный вопрос. Ну, от двух лет. В данном составе два года. А, состав менялся? Нет. Да. Состав утверждался, можно так сказать. В течение пяти лет. Да, были некоторые люди, которые, кстати, здесь присутствуют. Мы с ними в прекрасных отношениях, но, увы, мы с ними тоже расстались. Ну, ничего страшного. По какой причине? По причине... Очень жесткий отбор, на самом деле. Кто не выпивал пол-литра пива за альпу, он не выходил сразу. Там, да, сначала, в общем, все выпивали, а потом шли играть на гитаре, если не получалось... Мы, кстати, серьезно это говорим, потому что мы голыми сегодня практически выступали на сцене и пьяными. Но мы протрезвели, поэтому приходится серьезно давать интервью. Я один раз выступил трезвым. Я зарекаюсь, больше этого не будет. В общем, я пришел к ним играть не умел, поставил ящик водки и меня сразу взяли. Но ничего не изменилось. А много надо пить перед концертом? Ну, мы пока до Сергея Шнурова еще не дотягиваем, но надеемся, что однажды мы сможем составить ему конкуренцию нездоровую. Смотреть, куда надо. Камеру вообще. Камеру. И однажды, если мы не сменим Сергея Шнурова и он добровольно не уйдет, то мы как минимум здоровую или нездоровую конкуренцию мы сможем составить. Ну, вот сколько примерно сейчас выпиваете? Ну, достаточно, чтобы еще дать членораздельное интервью. Понятно. А когда вы поняли, что хотите заниматься музыкой, вот в каком возрасте? Ну, вот ребята, я думаю, не так давно, хотя я не могу за них отвечать. У меня это произошло два года назад, практически ровно, в октябре. Вот два года будет в середине октября. Как-то мы зашли с одним знакомым в бар к старому другу. Да, вот они с братом владеют бар в Москве, рекламу не будем давать. Хороший бар. И я как-то с ним поднял тему, что вот я хотел бы там как-нибудь поиграть на барабанах фон-по, а мы ищем барабанщиков в группу. А я на тот момент даже палочки в руках не держал. Прихожу на репетицию к ребятам на первую, такой сажусь. И говорят, ну все, руби. Ребята, ребята, я стесняюсь. И все, пошло, поехало. В общем, это неправда. Мы по объявлению на Авито искали участников, а эти ребята просто продавали инструменты, и мы их взяли. Какие творческие коллективы повлияли на вас? Какую музыку вы слушаете? На нас, кстати, очень серьезно повлияла Верх Сердючка. И мы играли сегодня два кавера на нее, я вам честно говорю. Мы планируем записать одну песню, но мы не знаем, как с правами получится, потому что, ну, сейчас немного напряженные отношения между Россией и Германией. Но мы считаем, что Верх Сердючка – это лучший эскапанг группы Польши. Спасибо большое вам за интервью. Вам спасибо. Удачи. До свидания.